Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Влади Наргоржонко. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало разрешение на экстренное использование бустерной дозы вакцины Pfizer против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет, по крайней мере через 5 месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Pfizer запросил об этом в конце апреля, сославшись на данные компании, которые показали, что третья доза вакцины в 36 раз превышает уровень антител, борющихся с омикроном в этой возрастной группе. Исследования, проведенные Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк и Центрами по контролю и профилактике заболеваний, показали, что эффективность двух доз вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 12 лет существенно снизилась во время всплеска омикрон, упав с 68 до примерно 12%. Однако две дозы продолжали обеспечивать защиту от более тяжелых заболеваний, приводящих к неотложной помощи или госпитализации. Консультативный комитет CDC по практике иммунизации соберется сегодня, чтобы обсудить бустерные вакцины против COVID-19. Хотя повестка дня не опубликована, по данным Федерального реестра запланировано голосование. Лица в возрасте от 50 лет и старше, а также от 12 и старше с определенными видами иммунодефицита имеют право на две бустерные дозы. Moderna также запросила разрешение FDA на вторую ревакцинацию COVID-19 для всех лиц в возрасте 18 лет и старше, но решение по этому вопросу еще не принято. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что не планирует возвращать мандаты на ношение масок сейчас, после того, как на этой неделе город снова перешел на высокий уровень готовности к коронавирусу. Если каждый новый вариант вируса будет наводить нас на мысль о закрытии города, мы не сможем нормально функционировать, заявил Адамс на пресс-конференции. На вопрос, восстановит ли он обязательное ношение масок в школах, мэр твердо ответил нет. За последние два месяца число новых подтвержденных случаев увеличилось по всему городу благодаря подварианту омикрон. В городе ежедневно регистрируется 4000 новых случаев заболеваний, цифра, которая в реальности, вероятно, намного выше, поскольку большинство домашних тестов не регистрируется при официальном подчете. По данным штата, в Нью-Йорке с ковидом в настоящее время более 730 человек уже госпитализированы. Для сотен тысяч жителей NYCHA утечки, плесень, свинцовая краска, грозуны, сломанные котлы, лифты и входные двери являются ежедневными раздражающими напоминаниями о том, что город не может или не хочет гарантировать основы безопасного и пригодного для жизни жилья. Систематическое изъятие инвестиций со стороны федералов, которые должны были поддерживать государственное жилье, происходит уже не первое десятилетие. Текущие потребности в капитале составляют около 40 миллиардов долларов. Между тем, дисфункция руководящей бюрократии не подается исчислению, а это означает, что даже если все эти деньги потекут рекой, большая их часть будет потрачена, к сожалению, неразумно. Существует блестящий способ использовать текущие потоки финансирования для получения дохода и повышения подотчетности властей. Это создание траста по сохранению государственного жилья отдельной, но все же государственной организации, которая будет подчиняться тем же стандартам. Только вот поможет ли это жителям? Вопрос пока остается открытым. По оценкам города, чтобы позволить себе доступную квартиру по средней арендной плате, домохозяйство должно зарабатывать 110 тысяч долларов в год. Средний доход домохозяйства жильцов в зданиях со стабильной арендной платой составляет 47 тысяч долларов. В отчете говорится, что частные арендаторы, не проживающие в квартирах со стабильной арендной платой, имеют средний доход в размере 62 690 долларов, что почти на 10 тысяч долларов меньше среднего дохода с поправкой на инфляцию за 2017 год. По данным обзора жилья и вакансий Нью-Йорка, за 2021 год город находится на 30-летнем минимуме доступности недорогих квартир. Речь идет о квартирах стоимостью менее полутора тысяч долларов. При этом из них доступен к аренде только 1%. Городские власти называют нехватку жилья жилищным кризисом. Выводы очевидны. Кризис доступного жилья в нашем городе как никогда ужасен. Это заявил мэр Адамс. Вот почему я каждый день работаю над созданием и сохранением высококачественного доступного жилья, в котором нуждаются жители Нью-Йорка. Конец цитаты. Департамент сохранения и развития жилищного фонда города проводил опрос примерно каждые три года, начиная с 1965-го, чтобы определить долю вакантных квартир в городе и предоставить данные, подтверждающие необходимость стабилизации арендной платы. В отчете говорится, что в 2021 году насчитывалось 3 миллиона 644 тысячи единиц жилья, что на 175 тысяч больше, чем в 2017-м, но только 4,5% из них были вакантными. В ближайшие недели HPD опубликует дополнительные данные опроса, чтобы позволить городскому совету к июлю решить, находится ли город все еще в чрезвычайной ситуации с жильем и следует ли обновить законы о стабилизации арендной платы. Жители Нью-Йорка предупреждают о необходимости защищаться от клещей. Чиновники говорят, что теперь, когда наступила более теплая погода, клещи активны и могут передавать ряд заболеваний, включая болезнь лайма. С тех пор, как в 1986 году Департамент здравоохранения Нью-Йорка начал сообщать о болезни лайма, в штате ежегодно регистрировалось в среднем более 5,5 тысяч новых случаев заболевания, причем в последние годы их число увеличивается. Это был выпуск городских новостей и с вами с места событий специально для телеканала RTN был Владимир Горжонко. Продолжение следует...